Всем доброго времени суток, с вами Аван Грешник, и мы продолжаем играть в бесконечное лето. Ну что ж, в прошлой серии мы нашли Шурика, он немного шобл-ёбл-ёбл-головой, как говорится, чуть-чуть поехал, там чуть-чуть немножко. И мы там, короче, в файте, в файте, затерялись в темноте, и по-моему, сохранение вот это с краю слева, да? По-моему, это оно, по-моему, это оно. Я медленно шёл за его голосом, вскоре потерял счёт времени. Может быть, мы путали несколько, плутали несколько минут, а может быть, несколько часов. Наконец-то вдали забрежжил тусклый свет. Пришли. Мы уперлись в стену. Путь на свободу перегораживала решётка под потолком. Я подтянулся и по кусочкам пейзажа узнал центральную площадь лагеря. Подожди, это бункер под лагерем? Как такое? В чём прикол? В смысле, подожди, не понял. Окей. А, короче, в предыдущей серии, как написал мне один из подписчиков, я так понимаю, типа, типа, то, кто с тобой пойдёт по итогу, решается, как ты с ними поступил в медпункте. Если это правда, то я хуй знаю, а чё мы со Славей не так сделали? То, что спросили, чё у него в пакете? Пиздец. Выбор вариантов, я вам хочу сказать. Ну, прикол. Чё. Ну, а как? Хер с ним. Просто, просто насрать. Уже всё похуй. Всё равно дошли. Подсади меня. Шурик покорно выполнил моё требование. Я принялся колотить по решётке кулаками так сильно, что через пару ударов они все были разбиты в кровь. Зато решётка поддалась и отогнулась. А через минуту мы уже выбрались на поверхность за памятником Генда. Когда я раньше видел эту решётку, то как-то даже не задумывался, что за ней могут скрываться катакомбы. Они придут за тобой. Подожди, а вот почему, наверное, они с Алисой и Ульяной пытались бомбочку сделать вчера в серии у статуи Генда. Может быть, они реально его зашугали? Может, реально Алиса это сделала? Кто его знает? Я обессиленно рухнула на траву. Кто? Кто придёт? Давай. Придут. Кто, блядь? Кто придёт? Повторил, Шурик убежал. Ну, куда, блядь, опять? Ну, поймай ты его. Ё-моё. Опять, ну, просто. Через такие дебри и говно шли просто. Вынимали его. Ну, зачем ты дал ему убежать? Я был измучен настолько, что не мог думать о каких-то голосах, вспоминать заброшенный лагерь, бомбоубежище или шахту. В полубреду я добрался до домика вожатой. Однако сразу повалиться спать не удалось. Я вился, не запылился. Почему музыка такая тревожная? Ну, и что? Ольга Дмитриевна. Усталым голосом начал я пытаясь свести объяснение к минимуму. Ты же сказал, что идёшь прогуляться, а сам? Да, я уже в милицию собралась. И вообще. Ольга Дмитриевна это не может подождать до завтра. Я, ну, очень устал прям ТСДц. Там были вурдалаки, пришельцы и на пришеленцы. Там были вот все там были. Там такая вакханаль, темнота, бункер, призраки. Дай спать, человек. Уважатая смирила меня взглядом. Ладно уж. Меня несколько удивило, что она так легко согласилась, но предоставленной возможностью я решил воспользоваться. Побыстрее выключил свет и шмыгнул под одеяло. Она неплохая. Ну, как бы она по факту неплохая. Она плохая, что ли? Ну, нет. Даже когда делают говно, день пятый, кстати. Даже когда делают говно, она, по-моему, весьма нормально поступает в ответ. Прикол, Дэс. А, вот еще какую хотел сказать инфу. Там от разработчиков бесконечного лета, как я понял, вышла какая-то игра. Я пока точно не, прям не в курсе, что. Но она не на андроид. Так что придется играть в нее с пекарной. С пекарной в нее придется играть. Но там, короче, много-то... Там вот эти вот всякие развратные вот эти вот... Вот все. Вот это вот там вот оно есть. И там под вопросом, а стоит ли нам вообще у нее, как бы, заходить. Интересная ли будет эта игра, понимаешь? И как бы... Ну, если вы затопите лайкосом, если там вам прям в кайфы, пишите в комментариях, хотите, не хотите. Там-то я уж посмотрю, подумаю сам, конечно, еще в том числе. Но вот как-то так. Мы бежали. Кто мы? Так бежит человек, отчаянно цепляющийся за жизнь. А, ты имеешь в виду ты с Шуриком? Обреченный человек, который знает, что ему уже не спастись, но все равно борется с неизбежной... С неизбежным... С судьбой. Я с трудом закрыл за собой тяжелую металлическую дверь. Что? А, не знаю, насколько глубоко это бомбоубежище, способно ли оно выдержать ядерный взрыв. Но сейчас нам больше негде спастись. Она крепко сжала мою руку. Чего? Не бойся. С потолка посыпала штукатурка, стены подстрес... Чего, блядь? Я приготовился к худшему. Что происходит? Хотя смерть это такая вещь, к которой никогда нельзя быть готовым. Но вдруг наступила полная тишина, которая словно звенела в ушах, пугая еще больше, чем взрывы бомб. Пора прощаться, наверное. Говорит нам три троеточия. Она всхлип... всхлипхала. Я хотел ее хоть как-то утешить, но понимал, что ничего сделать не могу. Да. Знаешь, я... Ужасный грохот, барабанные перепонки словно разорвались. А у меня нет, потому что у меня звук чуть потише. Кажется, меня придавило рухнувшим потолком, но боли я не почувствовал. Мне лишь хотелось не отпускать ее руку. С руку-туку-туку. Окей, поехали. Еще. Что-то было. Это был какой-то его сон. Опять. Сон во сне, Илья. Разгадок нет. Пятый день. Че ебать происходит? Ну что происходит? Я проснулся в холодном поту, задыхаясь, жадно ловя ртом в воздух. Себя прийти удалось не сразу. Это сон. Всего лишь сон. Однако в это отказывался верить мой воспаленный мозг. Но что это за девочка была со мной там? Так хотелось не отпускать ее руку. К сожалению, вспомнить кто она так и не получилось. Часы показывали начало одиннадцатого. Я постепенно отходил от сна и реальность все увереннее заявляла свои права на мое сознание. В животе предательски заурчало. Война войной, а обед по расписанию. У Ольги Дмитриевны в домике не оказалось. Видимо, она решила не будить меня. Что уже спасибо, вожатый, за это. После вчерашних приключений отдых был мне необходим. Прошедшая ночь осталась лишь размытым воспоминанием, думать о котором не очень хотелось. Куда важнее сейчас найти еду и помыться. Вообще похуй, да, то, что Шурик куда-то убежал. Ну, типа я шел искать Шурика. Ты нашел его? Да, нашел. Ты привел его в лагерь? Да. Где он? Ебать. Вот такой вопрос должен возникать. Нет? Вообще похер абсолютно, да? Он чокнулся, он хер знает куда он убежал. Точно. Ведь пионер должен быть всегда чистый и опрятен. Впрочем, с этим тезисом я бы согласился и будучи пионером, которым я, в общем-то, и не являлся. Нас, получается, все кинули в прошлой серии. И Славя, и Елена, и Али, все. Все, вот, ну, как бы, понятно все. По дороге к умывальникам мне встретился электроник. Нас на расстоянии руки, блять, держись, и все. Он замахал руками и побежал в мою сторону. Из нахуя? Доброе утро, блять. Спасибо тебе, что нашел Шурика. Без него я бы даже не знаю. А, он все-таки рассказал, наверное, вернулся к ним как-то. Да ничего. Я несколько смутился. Нет, правда, не нужно лишней скромности. Страна должна знать своих героев. А как Шурик, как он с утра себя вел? С ним все в порядке. Помятуя о его вчерашнем помешательстве, я посчитал этот вопрос вполне уместным. Да, вполне. Разве что он ничего не помнит, блять. Это как? А, вот как. Я совсем не удивился. Не знаю, удивительно, а почему он ничего не помнит. С ним же нормально все было. Ну, за исключением там его при этих... Ну, ты понял, ты помнишь, кто вчера вот серию смотрел? Он помнит, что там Шурик вытворил. Но он говорит, что вчера пошел в старый лагерь, а потом проснулся утром в своей кровати. А, понятно. Ну, может от стресса, ну, я не знаю. То есть, между этими событиями провал. Понятно. Ладно тогда. Тебя же на завтраке... А, тебя же на завтраке не было. Заходи к нам в кружок, мы тебя покормим. У меня кое-что особенное есть. Не зайду. Электроник заговорщически улыбнулся. Спасибо, зайду, наверное. Ты лучше не стоит. Сначала все равно нужно было помыться. Ждем. Он помахал мне рукой и направился по своим делам. Возле умывальников никого не было, а как будто было когда-то иначе, ебать. Вода сегодня оказалась на удивление теплой. Наверное, нагрелась уже. Умыв лицо, я понял, что остальное тело ополоснуть здесь будет не так-то просто. Вообще, по-моему, крана ржавый, нет? Да, по-моему, кран дико ржавый. Посмотри. Да, по-моему, да. Давай я сохранять игру не буду. Если она вылетит, я буду ее 40 минут. Хотя, тупая идея. Давай попробуем сохранить ее на 11 минуте. Может быть, стоило пойти в душевую. Так, у них есть душевая. А что тогда не пойти в душевую, когда жарко? Нахуй сюда перец. Подожди. Давай без вылетов, блядь, я тебя прошу. Будь человеком, Баранкин. Спасибо. Впрочем, если рядом никого, я вывернул кран так, что струя воды была под прямым углом и начал раздеваться. А если кто-то увидит? Ладно, быстренько ополоснусь, вытрусь и оденусь. Надо, блядь, вот ну как нахуя. Вода, которая казалась нормальной для рук и лица, холодом обжигала остальное тело. Процесс купания занял у меня не больше 10 секунд, после чего я начал энергично вытираться. Но закончилось, закончить мне так и не удалось, со стороны тропинки послушались голоса. Решение пришло в долю секунды, я схватил свои вещи и бросился в кусты. Да, ну как бы очевидная вещь. Через мгновение возле умывальников появились Алиса и Ульяна. Сама бы могла, зачем меня сюда притащила? Ну что, тебе жалко? Ладно, давай. Я присмотрелся и заметил, что они обе все перепачканы красной краской. Вот так номер. Или откуда? Алиса включила воду и начала растирать спину Ульяны. Сними лифчик. А если кто увидит? А, ну, у Ульяны, говорит ей, типа. А есть на что смотреть? Усмехнулась она. Ладно, только быстрее. Смотреть, правда, было особо не на что, но даже при этом я пристально уставился на девочек. Жаль, что они обе стояли ко мне спиной. Через минуту Алисе удалось смыть всю краску. Все. Спасибо. Не за что. Лениво ответила Алиса. Слушай, а дай мне померить. Она показала на лифчик Алисы. Да он тебе не подойдет. Ну, интересно же. Да и тут. Тут же нет никого, правда? Ульяна посмотрела в мою сторону и лукаво улыбнулась. Она в курсе, что он там сидит. Ахахаха. 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 Ахаха. Да. Я был абсолютно уверен, что она не могла меня заметить в этих кустах, но... Да хватит глупости. Ульянка не стала слушать, а вместо этого ловким движением сорвалась Алиса. Лифчик. Вот теперь, надо признаться, было на что смотно рейтись. Я, затаив дыхание, наблюдал, как две девочки гонятся за друг другом вокруг умывальников. Алиса закрыла грудь руками, так что рассмотреть что-то было проблематично. Даааа. Я подался вперед и споткнувшийся камень вывалился из кустов. Вот как объяснить? Вот прикинь, сейчас вот кто-нибудь приходит, как ты объяснишь эту ситуацию? Вот в целом, вот ну как бы... Ахахаха. Это... Дааа. Ну и пиздец. Ну, бред какой-то. Алиса и Ульяна застыли как вкопанные и уставились на меня. Я же с виноватым видом старался прикрыть свою ноготу. Немая сцена продолжалась несколько секунд, затем Алиса схватила рубашку и в мгновение ока кое-как напялила ее на себя. Ты! Ты! Сейчас получишь ты пизды! Ее лицо из красного стало фиолетовым. Казалось, что она сейчас взорвется, как ядерная бомба. Единственное, что мне хотелось тогда, это распасться на атомы и улететь подальше от эпицентра. Он все время там сидел, но она знала, да. Значит, все же заметила. Ну, ты, ты, да, да. А, я? Что? Да, я случайно. Если ты понимаешь, о чем я. Алиса бросилась на меня. Да. Я же, прикрывая одной рукой зад, а другой, держа свою одежду, бросился в лес. Тогда мне это показалось лучшим решением. Но появился... Не появляться же голым днем посреди лагеря, да еще и с эскортом из двух визжащих девочек. Бежал я, не оглядываясь. Спустя несколько минут остановился, чтобы отдышаться. Погони, похоже, не было. Значит, мне все же удалось спастись. Однако ценой этому стали... Исколотые, и сцарапанные в кровь... О, ноги. Надеть ботинки тоже время не нашлось. Я сел на пенек и вздохнул. Через некоторое время уже одетый, я выбрался из леса. Нужно решить, что же делать дальше. Ноги болят, значит, мне прямая дорога в медпункт. Но, с другой стороны, живот тоже ждать не намерен. Может быть, стоит воспользоваться приглашением электроника. Или пойти в столовую, и что-нибудь осталось. Ну, это не дело. У него ноги в кровь растерты. Надо, конечно же, идти в медпункт. Потому что, ну, ебать, а что, если там вообще жизнь какая-то будет? Че ты босиком пойдешь в сторону кухни или к электронику, чтобы они тебя покормили? Но это бред. Какой в этом смысл? Не, я пошел на кухню пожрать. Типа, поесть, знаешь, поели бы, было бы прикольно. Но, наверное, стоит пойти в медпункт. Я думаю, это самое грамотное решение. Будь подлечит, так сказать. Я, знаешь, что хочу предположить? Если общественные кружки, это место, в котором обитает... Как его зовут? Электроник с шуриком. То вот медпункт, это обитает Виола и, наверное, Лена все-таки. Потому что Лена там тоже очень часто встречается, заметь. Столовая, кухня, наверное, все-таки это Славя и еще кто-нибудь. Не знаю кто. Ну, чисто теоретически, я просто пытаюсь предполагать. Но мои предположения основаны лишь на том, как часто мы тех или иных героев встречаем в тех или иных локациях. Правильно? Правильно. Ну, давай пойдем в медпункт. Все-таки ноги лечить надо, здоровье еще, не дай бог, зараза какая-то будет пошли. Я всегда довольно трепетно относился к своему здоровью. Хотя бы в те моменты, когда что-нибудь начинало сильно болеть. Просто он по земле голый ногами-то ходит и как бы раны открытые. Лучше в медпункт. Поэтому я не раздумывая направился в медпункт. Однако перед дверью меня словно остановила какая-то неведомая сила. Невидимая. Совершенно не хотелось лишний раз общаться с местной медсестрой. Но с другой стороны, вчера я совершил практический подвиг, обороняя медпункт. Так что она была мне в какой-то степени обязана. Я собрался с духом и открыл дверь. Привет, пионер. А где музыка? Такая романтическая музыка была. Здравствуйте. Ты извинишь, что я вчера так долго? Да нет, ничего нет, почему-ка. Между прочим, еще как чего, блядь, я не ел. Как там песня-то или не песня, или как она? Я шахтер, я работаю три дня, или что? Он не ел, он не ел, он не спал, он даже не посрал. И как бы ни извинений, ни еды, ничего как бы, ну а что? Ну ничего, все. А ты что пришел? А, то есть по нему не видно. Заболел никак? Она хитро улыбнулась. Да я тут ступни немного. Немного что? Ступни. Глупо ответил я. Ну показывай. Я сел на кушетку и снял ботинки. А, он надел ботинки все-таки. Ну даже так все равно надо обработать рано. Где же ты это так? Произошедшее около умывальника лучше было держать в секрете. Да... Да я... Ладно, не важно. Сейчас. Она прорвалась в ящики и вытащила пузырек, из которого достала большую красную таблетку с крестовой... с крестовой прорезью. А это зачем? Меня несколько смутили размеры таблетки. Ее странная форма. Обычно ломают пополам, а не на четыре части. А это чтобы тебе потом ноги не пришлось отрезать. Что? Я пришел сюда лечиться. Я, конечно, рад, что столько внимания, но как бы... О, он ли лечение? Будьте добры, пожалуйста. Как бы... Как бы... О, 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 он... Только-только лечить. Только лечить пока что. По крайней мере, пока... У него тут пока еще Славя. У него тут пока еще Алиса. Там еще неопределенность. Я, конечно, понимаю. Как бы, ну... Да, но... Как бы мы пока нет. Вот, ну как-то так. Ну, а что... Знаешь, ты... Ну, никак. Да ничего не бойся. Так кто боится? Никто не боится. Правильно, правильно. Пионер, да? Пионер, пионер, да. Сейчас выпьешь и все пройдет. Мне кажется, она ведьма. У нее разноцветные глаза. Я думаю, это что-то значит. Типа, один глаз синий, а один глаз красный. Типа, что-то здесь... Может, она превращается в кого-то. Может, на какой-то нахуй мясной оборотень. Я хер его знает. Очень-очень странная дамочка. А почему эта таблетка такая? Это для больных, которые отказываются принимать лекарства перорально. Таким мы закручиваем их шуруповертом. Куда именно их закручивать, спросить я не решился. А теперь потерпи немного. Она достала большой пакет с ватой, обмотала ей палочку и всю эту конструкцию обильно намазала йодом. Я приготовился к адским мукам. Негромко застанал я. А, ну... Тогда почему капсом? Однако в этот метод дезинфекции мне верилось куда больше, чем в непонятную таблетку. Поэтому пришлось стойко потерпеть жжение. И надо уже бы сохраниться, надеюсь, без вылета. Оп-оп-оп. Красиво. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Я бы усы и попробовал пройтись. Ступни все еще ныли, но острая боль прошла. Спасибо вам. Ну, действительно, очень хорошо, что зашли. Спасибо огромное. Ну, там просто как бы ноги реально надо беречь. Хуй его знает. Может, ему еще бегать придется правильно-правильно. А ему придется бегать от Алис. Я уверен в этом. В следующей встрече он точно за ним побежит. Не за что. Заходи в любое время. Пионер. А почему так разговаривает? Я попрощался и вышел из МИД пункта. Проблема со здоровьем была решена. Теперь самое время и поесть. День только начался, а мне уже столько всего пришлось пережить. Но я выстрелил и теперь имею законное право на естся до отвала. Хорошо, что он пошел на кухню. Сегодня я пришел не позже всех. Так что смог занять свободный столик. На обед давали гороховый суп. И рыбу с... Фу, блядь. Картофельное пюре. Я не люблю рыбу. Я вообще не любитель рыбы. Очень-очень в редких случаях я могу там поесть какую-нибудь. И то вообще нет. Не знаю. Мне прям вообще нет. Картофельное пюре. Ладно. Ест картофельное пюре. Вкусный. Можно сделать, да? Там что-то такое. Это что за постер на фоне там висит? А, это... Я, кстати, не замечал постер на фоне. Таких кон нам не надо. Что? Не понял. Гороховый суп... Ну, гороховый суп, наверное, ничего. Хотя зависит от того, кто готовит, наверное, все-таки. Гороховый суп неплохо. Вполне себе недурно. Вкусно, наверное. Это меня сильно разочаровало. Так как рыбу я не ел ни в коем виде. Блядь, а ты что? Ты... Ты это... Подожди, у меня... У меня братьев нет. Подожди. Это интересный момент. А значит, калории мой организм получит меньше, чем обычно. Тоже не решили? Ну, шикарно. Вот смотри, как нас много объединяет. Ты не ешь рыбу, я не ем рыбу. Ты играешь в игры, я играю в игры. Все. Две вещи. Как бы, ну, окей. Скоро к моему стольку подошли Славя и Лена. Так, вот ты, уйдите. Я на вас двоих... Нет, нельзя. Все, нахуй. Вот это слева разочаровало. Поступило некрасиво. Обидело его. Вот это справа вчера просто проигнорило нахуй. Просто ни за что, блядь. Просто за то, что спросил, чего она с аптеки там взяла. Потому что я был в медпункте главным. Просто обе меня продинамили. Хуев навтыкали, блядь, по голове ему. И все. Она мило улыбнулась. А? Да, конечно. Ну, конечно. Я встал и выдвинул стул для нее. Прошу. То есть ты при Елене. Ну, теперь понятно, почему Елена так смотрит. Почему нет? Он при Елене берет, выдвигает стул для Слави. А для Елены он не выдвинет, да? Мое настроение в тот момент было лучше некуда. Приятного аппетита. Сказав это, Лена некоторое время пристально смотрела на меня. Но потом, видимо, поняла, что выглядит несколько странно. И уткнула в свою тарелку. Дааа. Как же он умудряется так косячить, блядь. На ровном месте, когда косячить невозможно. Вот, знаешь, у него удивительный талант. Да, и тебе, да. Семен, есть какие-нибудь планы на день? Нет, никаких планов, абсолютно. Мы не ищем никакие подсказки, ни годы, ни даты. Нахуй надо. Он отдыхает на Чиле, на расслабоне. Все шикарно. Я спокойная кукуруза. Здравствуйте. Искренне ответил я. Планов действительно никаких не было. Ну, а чё? Красиво жить не запретишь. Правильно чё? Ну, нормально. Нормально. Хорошо всё. Разве что поиск ответов. Но то скорее глобальная задача. Да, действительно. Пизда. Тогда не хочешь с нами прокатиться на лодке до острова? Ну, я не знаю. Я честно, нет, не хочу. Остров. Кажется, я видел его с пристани. А зачем вам это? Ольга Дмитриевна просила земляники собрать. Там её много, и она такая вкусная. По выражению лица Слави можно было представить вкус этой земляники. Даже не пробую. Да нельзя было. Вот, ну нельзя. Она, 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 надо. Земляника. А зачем? Не знаю. По-моему, идея отличная. А, по-моему, тоже. Вот, если я их, наверное, двоих отпущу, вернётся только одна, учитывая то, что он сейчас подвинул стул только для Слави. И то, как смотрит Лена, если отпустить их двоих, вернётся только одна Лена, мне кажется, с этого путешествия. Поэтому в избежание непредвиденных жертв в данной ситуации, наверное, стоит поехать с ними. Тем более на острове, на острове. Я ещё не был. Да, пожалуй, конечно, нахер давать выбор игроку, правильно? Основные вещи мы и без выбора решим. Ну, а остальное, ну, выбирай. Через 10 минут мы уже стояли на пристани. Угу. Вот лодка. Подожди, сейчас за веслами схожу. Грести буду я, да? Я остался наедине с Селеной. Ну, а ты землянику любишь? Не то, чтобы очень. Но она вкусная. Лена улыбнулась. Ну, хоть когда-то, блядь. Ясно. Может, разработчик хотел так показать, что Лена не недовольная. Может, разработчик так хотел показать, что Лена, типа, грустит постоянно. Если она грустит постоянно, то тогда ладно, всё хорошо. Но если она постоянно с мордой и тяпкой ходит, то вопросы, конечно, имеются. И почему именно в сторону Семёна? Я не знал, что сказать дальше, как поддержать разговор. Отличная погода, я не знаю. Вот ты слышала, там, вчера разработчики твоей игры выпустили ещё одну. Ну, не вчера, я там не в курсе точно. Но я видел пост, где-то там промелькнул. Я ещё сам достоверно не проверил. Но, по-моему, так оно и есть. Ну, или я не знаю. Рассказать ей о том, что как ты храбро спасал Шурика. И как ты откинул ногой пустоту всего во тьме, когда Шурик налетел на тебя и разбил лампу. Можешь рассказать про книжку из детства. Почему нет? Тоже вариант неплохой, который ты нашёл в той сгнившей избе. Я не знаю. Можешь шутку ей рассказать там какую-нибудь. Всё, что вариантов миллиард. Просто бери да рассказывай. Ну, или молчи дальше, как стукан. Чё, какая разница? А вся один хрен мы её динамить будем, наверное. Если бы Славя не вернулась, мы бы, наверное, так и сидели молча до самого вечера. И неплохо, на самом деле. Вполне себе неплохо. Сидишь и молчишь. Хорошо? Хорошо. Мило смотрится. Вполне себе классно. Наверное. Вот. Она протянула мне два увесистых весла. Ага, да. Давайте, Лена справа гребёт. Славя слева, я буду тачили. Но так не получится, да? Мы забрались в лодку и отвязал её. Оттолкнулся от берега и кое-как начал грести. Ну, видно, да, что ты кое-как... Кое-как прям. Прям очень сильно кое-как. А куда-то именно плыть надо. Вон туда. Она показала пальцем в ту сторону острова. Остров... А, остров ближний. Интересно, какой капитан его так назвал? Остров-то действительно близко к берегу. Вас понял. Если бы заранее знать, что меня ждёт впереди. Крутым гребцом меня не назвать. Более того, я на лодке-то плавал до этого всего раз или два в жизни. До острова было... Всего метров пятьсот. Но весь путь, благодаря моим стараниям, мы шли зигзагами. Примерно на середине руки... А, примерно на середине руки заболели так сильно, что я бросил вёсла, чтобы передохнуть. А что? Земляника больше нигде не растёт. Ну, я имею в виду места более доступные. Но там она самая вкусная. Удивлённо посмотрела на меня Славе. Тебе, наверное, тяжело одному грести. Вот, Лена сразу поняла, в чём дело. Да, нет. Нормально всё. Она, ну да, мне кажется, Лену просто хотели изобразить постоянно грустной. Но, видимо, эмоции для лица в виде грусти не нашли. Если она всё это время реально смотрела на него грустным лицом, тогда, конечно, очень печально, что... Мы ещё вдобавок к её грусти подкидываем ещё. Но, что поделать? Как бы... Вот та ситуация... Она доверие всё полностью выбила. И как-то вообще странно. И вопросов много, скажем так, да? Сразу видно, насколько эмоционально отличаются два человека, да? Вот смотри, вот слева сидит и вот справа сидит. Оп-оп-оп-оп. Ну, как бы так. Нормально. Нормально, всё хорошо, давай. Всё-таки нельзя же допустить, чтобы мне помогала хрупкая девочка. Ну, не скажи. Она, мне кажется, машину на ходу остановит, но я хер его знает. Остальную часть пути я думал только о том, как бы живым добраться до острова. Старо с Леной о чём-то говорили, но я их не слушал, я их, короче, просто не было сил. Наконец-то мы приплыли. Тебе ещё и облатно, да, обратно их везти. Совершенно обессиленный я выбрался на берег и посмотрел на лодочную станцию. Она оказалась так далеко, что я ощутил себя первым человеком на луне, который наблюдает восход земли. Держи. Стая протянула мне корзину. Блять, мне ещё и ягоды собирались. Остров был небольшим, метров сто в длину, не более. Он скорее напоминал берёзовую рощу. Ровные ряды деревьев покрывали всю его поверхность. Под ногами растилалось спокойное зелёное море. Ветерок лишь изредка вызывал волны на поверхности. Этот островок оказался просто-таки райским местом. Неудивительно, что именно здесь растёт самая вкусная земляника. Нам бы надо разделиться, так быстрее управимся. Ну, короче, смотри, ты идёшь налево, ты идёшь направо, а я посижу здесь. Договорились? Да, наверное. На корзинке-то только две. Бля. Опять выбор между ними двумя. Робка заметила Лену. Да, точно, это я не доглядела. Но у меня есть решение, девчонки. Давайте так. Тебе корзинка, Славя, ты направо. Тебе корзинка лево, ты налево. А я сижу здесь, жду вас, охраняю лодку. Правильно? Вдруг тут там волки, свиньи, пуропатки. Не знаю, нападёт кто-то на лодку. Призраки. Шурик вчера рассказывал. В принципе, всё реалистично, правда. Может, уведут. Хер его знает. Среди призраков же тоже есть вот эти вот, кто лодки уводит. Правильно, правильно. Всё, поехали. И как мы разделимся? А где вариант остаться у лодки? Мне хотелось бы остаться у лодки в данной ситуации. Не знаю. Мне не хочется. Я лень. Я лень мне как бы в лом вообще. Ну, наверное, надо пойти. Я не знаю. Мы, конечно, я думаю, очень зря... Вот очень тяжёлый выбор. Я, опять же, доверюсь своей логике, потому что к лене очень много вопросов. К лене очень много вопросов. И ответов мало. Если бы узнать, почему она так поступила с ним, тогда, вечером, у леки, тогда был бы гарантированный ответ, почему пойти именно с Леной. Потому что это было бы её оправдание. И мы бы понимали, что Елена на самом деле не косякнула. Просто Елена действительно стеснительная, там, целомудренная, адекватная, нормальная девушка. Но со Славией тоже почему неохота идти. И вчера опрокинул, наверное, его. Ну, то есть просто тебя нет. Ты пустое место, как бы, ну, иди один. В таком темпе, понимаешь, ситуация просто из-за какого-то одного пакета. Просто из-за одного пакета по работе у него. Потому что это было, он был обязан, да, спросить, что ты взяла. И то они нормально разошлись, а она такую подставу ему подкидывает. То есть тут в обоих ситуациях вопросы имеются. Но, конечно, если сравнивать, то всё равно Славя помогала ему больше, нежели помогала ему и Елена. Поэтому, наверное, всё-таки мы выберем, выберем, наверное, Славю. Пусть идёт со Славей. Хотя, на самом деле, в этой ситуации, если выбирать по характеру, то, конечно, наверное, лучше пойти с Леной. Потому что она такая более боязная. На каком-то острове одна. Стриманина, не стриманина, всё-таки, наверное, она может... Ну, блядь, может она тут потеряется. Хер его знает, я не удивлюсь и такому. Может, какие-то бункеры ещё есть дополнительные. Она провалится куда-нибудь. Просто она вот такой человек, мне кажется. А Славя? Ну, давай пошли со Славей, хер с ним. Пошли со Славей, да. Мне не хотелось обратить здесь одному. А мне хотелось. Почему? Мне вот хотелось. Мне просто выборы не дали. Мне говорят, выбирай, то ли она, то ли она. Я, ну, выбрал. Ну, а что ещё делать? Ну, выбор в игре такой. Ну, выбрал. Я надеялся, что Славя составит мне компанию. Но спросить не решался. А нахуй я тогда выбор делал? Одна корзина у меня одна. А, одна корзинка у меня. Одна у вас. Всё очевидно. Вот, вот так. Вот это... Вот это мужской вариант. Вот это мужской вариант. Хорошо, окей. Вполне тоже пойдёт. Нет, давай я с тобой пойду. Нет, останься с ней. Славя улыбнулась. Слушай, ты могла это сказать вчера, когда он пошёл в старый лагерь, когда у него была тяжёлая ситуация, когда он в бункере ебашился, с помутневшим Шуриком в пьяном кумите за темноту, блядь. Вот тогда надо было говорить, давай я пойду с тобой. Ну, а сейчас к чему давай я пойду с тобой? Я это не понимаю. А если бы я сделал выбор в пользу Лены, Лена бы сейчас сказала, давай я пойду с тобой? А чё, Лене сейчас вот вообще не обидно, да, например? Я несколько удивился, но в то же время обрадовался. Лена, похоже, совсем не обиделась. Ага. Да-да. Жатва началась. Землянитика здесь действительно была вкусной. Да лучше бы они вдвоём пошли, и тем более безопаснее им будет так. Этот терминатор, я думаю, вообще, любая ситуация не так страшна. Я бы, наверное, съел её всю, если бы вовремя не остановился. Ягоды размером с клубнику, ярко-красного цвета. Да, мы точно не зря сюда прибыли. Приплыли. Ну, земляника, да, вкусная. Вкусная земляника, конечно. Славя шла совсем рядом, так как корзинка у нас была всего одна. Я чувствовал себя грибником, заглядывая под каждый кустик и внимательно роясь в траве. Можно сохраниться на этом моменте? Без вылета, я тебя прошу. Как сегодня хорошо, сегодня ни одного вылета нет. Сказал я и вылетел, да, опять сейчас нет. Нет, не вылетел, хорошо. Внимательнее. Целая россия в землянике осталась позади. А, да, да, извини. Ничего. За что ты извинился? Ну, как бы... Не извиняйся, исправляйся от твоих извинений. Под ногами, как говорится, земля не появится, так что... Накасачил? Исправляй. Возвращай... Почему у меня сегодня слова путаются? Я сам не знаю. Возвращайся назад и бери ее за руку и собирайте эту землянику, которую вы пропустили. Тебе, наверное, здесь нравится? Нет, она просто по приколу что-то приехала, блять, земляники пособирать. Ты ведь любишь природу? Конечно. А, ну она же любит природу, да, тогда нравится, наверное. Вставил, улыбнулась. Напоминает о доме, у нас там такие же красивые березы. Где твой дом? Она мечтательно посмотрела куда-то вдаль. Слушай, давно хотел спросить, а чем ты вообще увлекаешься? Текпандо, каратэ, дзюдо, айкидо, че? Какими видами? А то ты целыми днями занята, кажется, время на отдых совсем не остается. Ну, она задумалась. Не знаю даже. Для меня отдых это смена вида деятельности. В смысле смена вида деятельности? То есть с одного дела к другому, с одного вида, ну... Нет, это понятно, но все же. Я вышивать люблю и вязать. Ой, да правда. Ой, неплохо вообще. И значит ты очень спокойный человек, потому что вышивание... Вышивание еще ладно, а вот вязание это для очень спокойных людей, наверное. Это очень умиротворяющий процесс, который, я думаю, не для каждого. Вот. Ну, молодец. Славя достала из кармана платочек. На нем были вышиты цветы, красные, желтые и зеленые. Покажите. Они переплетались причудливым образом, образуя сложные геометрические фигуры. А можно нам показать платок? Мы оценим. Такой типичный русский рукодельный платочек. Не типичный русский рукодельный платочек, а мастерство, великолепие, искусство. Вот как надо комплимент. Понимаешь? Комплимент идет от сердца. Просто увидел платок, ты сказал. Ау, это что? Это что такое? Это что за платок? Я тебе клянусь. Я никогда платок такой не видел. Это начинается, понимаешь? Вот это начинается. Никогда так не делай. Окей. При виде его я сразу же представил славу в старинном асарафане, сидящую на лавочке возле покосившейся избы, окруженной толпой резвящейся детворы. Очень мило. Спасибо. Давай я тебе его подарю. А у меня нечего тебе подарить. Такое предложение меня смутило. Да не стоит. Ну да, не стоит. Нет, бери. Я еще раз посмотрел на полоточек и спрятал его в карман. Ну, спасибо тогда, спасибо, да. Бля, а что ей подарить придется теперь что-то? Он шить-то не умеет. Что он сошьет ей? Он может подарить ей, в принципе, палку из бункера. Как вариант. Ну, почему нет? Скажет какая-нибудь редкая палка. Земляники здесь больше... Здесь было столько, что через каких-то полчаса корзина уже наполнилась до краев. Но, видимо, все. Да. Набрали немало. Этого с запасом хватит. Когда мы вернулись к лодке, Лена еще не подошла. Блядь. Вот я говорил изначально, что не очень хорошая идея. Явно с ней что-то случилось. Ей одной больше времени надо, чтобы полную корзину собрать, конечно. И она тем более такой человек, что лучше, наверное... Блин, вот лучше бы я с ней пошел, наверное. Херз на этом может случилось что? Да, наверное. Я посмотрел на реку. По воде весело прыгали солнечные зайчики. И это было единственным, что напоминало о том, что передо мной все уже водная гладь. А не зеркало. Настолько река оказалась спокойной. А не вариант, да, оставить славю с корзиной земляники у берега и пойти посмотреть, что там с Леной происходит. Ну, здесь зачем помогать, конечно. Да, похуй. А, сама справиться, пошла. Ну, просто исходя из чего? Ну, иди помоги. Раз уж ты такой помощник, хули. О чем думаешь? А я... О хуенности выбора... Я... Ни о чем. Ни о чем, да, ни о чем. Мысли совпадаются, как говорится. А ты? А я? Что будет, когда закончатся каникулы? Придется вернуться домой, покинуть этот лагерь. Увижусь ли я когда-нибудь со всеми, с кем здесь познакомилась? Это что за лицо такое? Увижусь ли я когда-нибудь с тобой? С тобой? Так, спокойно. Спокойно. Ты вчера прокинул нас, Семен у нас парень гордый. А минимум, на что согласен, это 25 пирожков. Поначалу. Поначалу, чтобы простить. Но вообще, мы еще не определились. Мы еще не знаем, с чего вдруг любовь такая пошла. Ты до этого вообще ни разу чувств никаких не проявляла. Ты до этого была абсолютно холодна к нему. Ну, не, не, не. Вранье, конечно, ты была не абсолютно холодна. Но был, конечно, моментик. Ты помогала ему и помогала несколько раз. И спасибо тебе, как добрый человек. Но, не знаю, это странно. Так резко. Так резко и неожиданно. Лена на острове. Давай не будем при Лене это все устраивать. Потом будет все очень-очень плохо. Она посмотрела на меня. И в ее взгляде было столько тоски, что я не нашел, что ответить. Ну, а что тут ответишь? Славя. У меня шиза. Я думаю, что я попрал в прошлое. Поэтому мы, скорее всего, с тобой не увидимся. Ну, а как еще? Ну, а что ему еще ответить? А, пришла. Маленький помощник. Здравствуйте. На помощь у меня пришла Лена, которая словно из ниоткуда появилась перед нами. Почему вот на помощь? Ну, надо, понимаешь, надо изначально точки на «Д» ставить. Потому что, если ты изначально точки на «И» не поставишь, то будет потом очень сложно. Очень сложно. Даже в начале сложно, наверное. Потом еще сложнее будет. Вот он не ставил точки на «Д». Не ставил, не ставил, не ставил, не ставил. Крутил туда-сюда, туда-сюда. И теперь у него такая позиция, в которой он и Лене, и Славе, как вы понимаете. И это нехорошо. Это некрасиво ни по отношению ни к Лене, ни к Славе. Кого бы он не выбрал, он уже некрасиво поступает. И это такое. Ой, а вы уже тут. Да, мы уже тут. Вот. Она показала полную корзину в землянике. Молодец. Отлично, да. Теперь можно отправляться назад. У меня перед глазами все еще стояла Лисуславия. В ушах звенели ее слова. Не, ну действительно она получается в прямом смысле. Первая, кто призналась ему здесь в том, что она, типа, ну, по сути, да, да, так оно и есть. Грусть, тоска, это те эмоции, которые были так нехарактерны для нее. Может быть, она все время их скрывает замазкой жизнерадостности? Ответа на этот вопрос я не знал, да и не смог, да и не мог знать. Ну, хер его знает, тут же не узнает, что-то, как бы, возможно, позже. Обратно мы доплыли быстрее, потому что я постарался сконцентрироваться на гребле. И не отвлекаться ни на что другое. Пришлось лишь вернуться на пристань живым. А, хотелось лишь вернуться. Я не знаю, что я сегодня слова путаю периодически. Хотелось лишь вернуться на пристань живым. Первый заплыв не прошел бесследно. И в этот раз руки начали болеть уже после нескольких взмахов веслами. Ну, вот так будешь туда, сюда, туда, сюда. Так и накачаешься. Мы, кстати, остров закончили, закончили. Давайте сохранимся на этом моменте. Я надеюсь, что оно не вылетит. Я аккуратно нажимаю, не тороплюсь. Может быть, это влияет как-то подсознательно, я думаю, об этом. Но, наверное, все-таки нет. Знаешь, что будет обидно в данной ситуации? Если окажется, что я не запустил запись этой игры, и все это время я сижу и просто прохожу игру сам для себя. Ведь это будет действительно обидно. Перепроходить. А какой смысл ты уже не получишь тех эмоций, которые получил я, например? Ну, я имею в виду, что если я буду это все читать как робот, то какой в этом смысл? Ну, будем надеяться, что видос идет, как бы я, по-моему, запускал. Почвартовав лодку, я бессиленно рухнул на землю. Славя и Лена, склонитесь надо мной. Если тебе было так тяжело, то сказала бы. Ну, а мужик, как говорится, ничего не скажу. Давайте, не несите меня в медпункт. Да? Да нет, ничего, все нормально сейчас встанет. Сейчас полежу и все пройдет. Это кардионагрузка, это зарядка. Вам-то кажется, что я устал? На самом деле нет, все нормально. Я сейчас 20 отжиманий сделаю, во ладоши хлопну, поднимусь, прыгну два раза и все зашибись. У меня просто по расписанию, я на спорте, на чиле, на расслабоне у меня все красиво. Ладно, тогда теси корзинки, пожалуйста, Ольга Дмитриевна, а то у нас еще дела. Да без базара. Конечно, конечно. Сейчас я был готов согласиться на что угодно, лишь бы не вставать. Славя поставил в корзинке полные земляники рядом со мной, и весело о чем-то болтая с Леной направилась в сторону площади. Самое тяжелое сделано. Так я думал, пока не встал и не взял корзинки. После спортивной гребли они казались мешками с цементом, хотя вряд ли весили больше пары килограммов каждые. Вот сейчас главное, чтобы Алиса перед нами не встала, а то это будет печаль. Из-за этого путь до домика вожатой занял у меня куда больше обычного. Приходилось останавливаться через каждые пятьдесят метров, чтобы отдохнуть. Когда я все же дошел, то поставил корзинки на землю, а сам с трудом опустился в шезлонг. Ольга Дмитриевна, Ольга Дмитриевна, я вам гостинцы принес. Ответа не последовало. Я с трудом поднялся и зашел в домик. Почему поднялся? Заполз. Говорит, заполз. Внутри никого не было. Не хотите, как хотите. Я улегся в шезлонг и задремал. И оставил ягоды вместо того, чтобы занести их домой. И сейчас их сопрут, да? Да, скорее всего так и есть. Это что такое? Мне приснился странный сон про земляничные гонки. Я плыл на лодке, греб изо всех сил, чтобы спастись от огромных ягод, которые гнались за мной. Руки уже отказывали. Глаза заливали пот так, что ничего не было видно. Кровь стучала в висках, но земляника все приближалась и приближалась. Они скалили на меня свои хищные пасти. Хищная земляника? Чего? Но постойте. Пасти у земляники? Ну да, да. Семен, Семен! Я проснулся. Передо мной стояла Ольга Дмитриевна и трясла меня за плечи. Я смотрю, урожай вы собрали неплохой, не так? Не так ли? Да, да, не так. Я старался. Да, я старался, да. Ну, по факту... По факту старался я. Ну, как бы, ну я же старался... Ну, лодку греб кто? И я. Кто ягодки-то тоже собирал? И я. Кто, как бы, лодку назад греб? И я. Кто, как бы, принес-то ягоды? Кто принес-то ягоды? И я. Чья была идея? Их. Ну, не, на самом деле, по справедливости, они могли бы реально нам помочь грести, просто мы, ну, не дали девушкам грести лодку, и нормально. Так что, ну, собирали все вместе, так что это все благодаря помощи девочек. Но вообще, можно, мог бы... Ну, он делает так, типа, комплимент девочкам, но мог бы еще сказать, как вариант, что, типа, мы вместе постарались на славу, или что-то типа того. Но это все благодаря помощи девочек, окей. Просто ради справедливости, чтобы не было так, что там, прям, ну, преувеличение нас. Понятно. Но это еще не все. Это все-таки вожатые, можно их наградить чем-то. Действительно, я-то уже размечтался, хотел спокойно полежать. Ты же знаешь, зачем эта земляника? Не имею ни малейшего понятия. Признался я честно. Будем из нее делать торт. Блядь, я готовить торт не умею. Не надо. Ну, хотя, как-то, там же ничего сложного. Там, по сути, крем да коржи. Ясно. Меня не зовите, я не хочу готовить торт, тем более с Леной и со Славей. Хотя Славя нормально, ладно. Ну, и Лена тоже. Окей. Мику, позовите Мику. Мику, позовите торт готовить. Я пойду. Что же, весьма логично. Пусть она разговаривает постоянно, хоть что-то будет происходить. В честь чудесного спасения Шурика. Ага. Ведь это все благодаря тебе. Ой, спасибо. Ну, хоть кто-то. Ну, хоть кто-то. Хоть кто-то оценивает. Как бы мастерство. Мастерство. Киберспорт. Вот это вот все трудности жизни. Вот когда ты идешь в бункер. В темный. В подвалы. Вот в эти засохшие. Грязь. Столько прошло. Дай поспать, мать. Просто дай ему поспать. Вот он спать хочет. Дико страшно. Ты не понял. Он уставший. Он сегодня устал даже больше, чем когда Шурика спасал. Мне кажется. Было понятно, что земляникой дело не ограничится. И почему, скажите на милость, если я такой герой, то праздник в честь себя должен организовывать сам. Вот, кстати, да. Ну, наверное. Так вот. Торт, у меня для тебя есть ответственное задание. Для торта не хватает еще дрожжей, муки и сахара. Блять. Просто надо было сказать, для торта не хватает всего. Всего. Вот ягоды только есть, ну и все. Все это надо принести в столовую до конца ужина. А те, кто торт будут печь, не могут как-то сами? Жалостливо поинтересовался я. Конечно, нет. Они все заняты. Чем? Чем они все заняты, дорогая моя, чем? А без дела у нас в лагере склоняешься только ты, да? Ммм, ну понятно. Хоть в ее словах и была изрядная доля правды, какая, блять, доля правды, сегодня мы целый день горбатимся. Сейчас мне от этого никак не становилось легче. Более того, они послужили контрольными... Что? Более того, они послужили контрольным выстрелом, а ну да. Итак, запоминай. Дрожжи возьмешь в медпункте, муку в библиотеке, сахар в здании кружков. Бляк, электронику идти с Шуриком, я не хочу. Но придется, что, надо Шурика проведать, может, он там кукухой ебанулся совсем уже, может, он уже математические задачи решает за полторы секунды, там, я не знаю, у него вот так вот таблица, у него доска какая-нибудь, может, он там расписывает все с одной руки и с левой. Может, ему настолько уже плохо. Заодно и посмотрим. Мука в библиотеке, ну и опять медпункты в дрожжах. Почему разные компоненты раскиданы по всему лагерю, скажите? В чем логика? Подождите, мне некогда, я спешу. Окей, удачи тебе. Вот так просто, да? Она хитро улыбнулась и ушла, аналогично, да. Конечно, в этом лагере много странного, но дрожжи в медпункте, окей, это я понять могу, но мука в библиотеке, сахар, нет, это уже выходит из рамок разумного, да я только что об этом сказал. Давайте так вот сохраниться попробуем. Прекрасно, сегодня вообще шикарная серия, сегодня без вылетов. Я смачно плюнул себе под ноги. Не хочу, не желаю в это верить, скажите же, скажите, что вы меня разыгрываете. Если бы сейчас передо мной появилась толпа зеленых жирных троллей, каждый из которых считал себя обязанным вдоволь посмеяться надо мной, я бы не удивился. Может быть, ну и вот этот торт. Некоторое время я обдумывал, как поступить. Нет, если такая масштабная задумка Ольги Дмитриевны сорвется, то мне влетит. Так что, мало не покажется. И усложнится все. И поиски ответов, которые он не ищет. Да, которыми я уже давно не занимаюсь. И просто моя обычная жизнь в лагере. Похоже, все же придется. Ну, пошли в медпункт, как говорится. С самого начала, как вот пошло, так поехали. Мне начинает казаться, что в последнее время я слишком уж часто бываю в медпункте. Ну да, не без этого. Что же, ничего не поделаешь, так складываются обстоятельства. Я вздохнул и постучался. Войдите. Несколько нараспев ответила медсестра. Ну, типа, с пением. Здравствуйте, здравствуйте. Меня Ольга Дмитриевна прислала за... Я несколько замялся. С чем? Я уже вообще не помню, зачем нас это прислали. Я лично вообще не помню, что в медпункте надо было. Дрожжи, по-моему. Да, дрожжами, окей. А, да, конечно. Она широко улыбнулась. Только у меня их нет. Пионер. Ну и куда мне идти с дрожжами? Как так? Она сказала, что... Ну, раньше были, да, закончились. Я даже не стал спрашивать, зачем они вообще понадобились медсестре. Впрочем, ты не расстраивайся. Могу предложить тебе аспирин, например. Может быть, он мне не помешал бы. Где же мне тогда их достать? Я вздохнул. А вот. Она открыла ящик и достала какую-то бутылку. Я присмотрелся. Пиво Останкинское. Осуждаю. Ну, пиво. А что такого? Пиво тоже продует брожение. Она пристально посмотрела на меня. Никто не заметит. Да, в ее словах была логика, но все происходящее казалось мне настолько гротескным, что я не сразу нашелся... что я не сразу нашелся, что ответить. А вы уверены? Абсолютно. Ну, ладно. В карман шорт, бутылка явно не влезла. Спасибо. Не, не уверенно промямлил. Я и вышел из медпункта. Нет, пиво на ледяника может заменить дрожжи. Даже моих скудных знаний по химии и биологии хватит, чтобы поверить в это. Но, вообще, ходить с бутылкой в руках мне сразу показалось не лучшей идеей. Поэтому я решил отнести ее в домикольге Дмитриевны и спрятать там. Но и до него надо было добраться так, чтобы вы пиво не заметили. Я засунул бутылку под рубашку. Привет. Все бы хорошо, но на площади меня окликнула Славя. Точнее, она вынуднула меня из-за спины и так неожиданно, что я даже вздрогнул. Как продвигается? Как бы тебе сказать... Что? Поиски ингредиентов. Ага, ты уже знаешь? Да. Славя улыбнулась. Нормально. Стараясь не выдавать своего волнения, ответил я. А что у тебя там? Знаете, я только был рад, что мы с вами сегодня не вылетали, и я не вылетел из игры. Я реально не вылетел из игры. Я просто забыл, что у меня программа встроенная, которая записывает. она оказывается, прикол в том, что каждый час автоматически вырубает ролик. И очень повезло, что у меня включено звуковое уведомление, потому что если бы я не услышал звук сейчас, все, что я записываю дальше, наверное, я бы не записал. Так что все, я перезапустил программку. Не перезапустил, просто запись новую включил, а потом я уже солью две записи в одну, ты понял. Продолжаем. Она показала на выпячивающуюся из-под рубашки бутылку. А, это, кажется, попал. Да так, ничего особенного. А в чем проблема рассказать про ситуацию, которая произошла в аптеке? Ты думаешь, Славя тебе не поверит? Ты думаешь, Славя скажет, что ты алкаш? Я глупо захихикал. Мне пора. Это глупо было сейчас. Площадь я покинул почти бегом, оставив Славю в недоумении. Хорошо, что она не из тех людей, которые будут задавать лишние вопросы. Но есть в этом лагере те, кого хлебом не корми и дай засунуть в нос чужие дела. Проходя мимо домиков пионеров, я столкнулся с Ульяной. Что прячешь? Ай, блядь. Она хитро посмотрела на меня. Я решил, что отпираться нет смысла, поэтому вызывающий ответил. Эээээээээээээээээ... �ээээээээээ... Не твое дело. Шировку в штаб несу. Шифровку в штаб несу. Большая? Шифровка. Бутылку я держал на уровне пояса, поэтому несколько смутился. Может тебе помочь? Сам справлюсь. Я уверенно обошёл Ульяну и продолжил путь. К моему удивлению, что она ничего не сказала и не стала преследовать меня. Ольги Дмитриевны в домике не было, но так что мне удалось спокойно спрятать бутылку к себе под кровать. Войди на улицу и облегчу от вздохну. Действительно, никогда бы не подумал, что буду так переживать из-за одной бутылки пива. Словно вернулся в старший класс школы. Хорошо, что сейчас я в безопасности, да? А если даже и найдут? Скажу, что не моё. Опыт в придумывании оправданий у меня был большой. Ну, пошли в библиотеку. Хотя, пошли в общие кружки, наверное. Потом с Женей, потом посмотрим, что куда. Хотя, давай поставим кружки, может отменяться как-то. Я не думаю, что надо заставить. Хотя, может нас везде заставить ходить, поэтому пошли в библиотеку. В кружки пошли, пошли в кружки. Казалось, что за сегодня мне пришлось пережить столько же, сколько за все предыдущие дни. Так что, подходя к зданию кружков, я и думать забыл о том, что искать здесь сахар. Вообще говоря, несколько странновато. Шурик электроник что-то увлечён и мастерили. Это точно робот, пацаны. Вы уверены в том, что это робот? Увлечён настолько, что даже не заметили меня. Да вот, что-то мне кажется с ними не так. Я присмотрелся. Это был какой-то, да, это какой-то робот. Хотя бы его корпус, да. Причём робот женского повода, ещё и с ушами. Мне не хотелось строить теории, для чего светилом лагерной кибернетики могло понадобиться это устройство. Кошка-девочка какая-то, непонятно. Хоть конструкция и выглядела относительно технологично, у меня были большие сомнения о том, что этот робот сможет в будущем завоевать мир. Ну или хотя бы вообще будет способен на какие-либо самостоятельные действия. Однако им кажется важнее сам процесс, нежели конечный результат. И тут я мог их понять, хотя мне и не хотелось признаваться в этом самому себе. С другой стороны, они не боялись провала, критики или насмешек. Шли и шли себе к намеченной цели, не обращая внимания на то, что кому-то она может показаться недостижимой, ну или вовсе абсурдной. Как будто я правда их сравниваю с какими-то светилами науки. Привет, ребят. Не уверенно поздоровался я. Мы мне там пожрать, наверное, обещали. Ну и сахар дайте, я пойду. О, Семен, заходи, всегда рады. Да я и так уже зашел вообще-то. Это он так подумал. Ты это, извини за вчерашнее. Хотя я почти ничего не помню, но мало ли что. Ну, я скажу так, замахиваешься ты железной хуйнёй неплохо. Дубиной вот этой. В общем, ничего, 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 ничего. Просто, просто чуть не убил. Всё нормально. Просто палкой замахнулся, накинулся. Всё нормально. А что тебя привело в нашу скромную обитель? Электроник хитро посмотрел на меня. Паром мне казалось, что когда он делает такое выражение лица, то полностью уверен, что знает про собеседника нечто, чем может козырнуть в подходящий момент. Да не, он, блядь, почему-то глаз всегда не закрывает. Он до глаза пират какой-то, я херю знает. Сахар. Мне нужен сахар. Перед глазами сразу сплыла картина из старой компьютерной игры, где какой-то юнит, строитель или что-то подобное во все свои пять пикселей кричал море винидморе. Я не понял отсылки. Это у нас есть. Спокойно ответил электроник. А зачем он тебе? Я не хотел объяснять Шурику, что в его честь хотят испечь торт. Не хотел портить сюрприз. Не знаю. Ольга Дмитриевна попросила принести. Ладно, сейчас. Электроник скрылся за дверью в соседнюю комнату. Так, ну что рассказывай, давай, что у тебя там за глюки. Нормально все? Почему сахар... Это все звук был. Почему сахар именно у вас, а не в столовой? Когда в прошлый раз машина с продуктами приезжала, то его выгружали последним. А так как наше здание ближе к всего, к проходной, то чтобы далеко не носить... А, ну логично. Открылась дверь и появился электроник, тащивший за собой огромный мешок. Ха-ха-ха. Я, конечно, не знал, какого размера торт планирует испечь Ольга Дмитриевна, но здесь сахара явно многовато. Спасибо, конечно, но мне столько не надо. А куда же нам его переложить? Электроник удивленно посмотрел на меня. Нам некуда. Поросил сахар? Забирай. Похоже, та его улыбка все же не была беспричинной. Блядь, ты... Че, зубы колгие там сейчас? Ха-ха-ха. Че-то... Может быть, тогда поможете мне дотащить? Тут недалеко же. Не, не помогут. Стопудово. А мы заняты, да... Он показал рукой на робота. Я пристально посмотрел на Шурика. В конце концов, он был мне обязан. Тот замялся, но все же стыдливо отвел глаза. Я вздохнул, взял мешок и направился к выходу. Блядь. Спасибо, что же. Надрываясь, сказал я на прощание. Однако далеко уйти не получилось. Уже через какие-то 20 метров мне пришлось поставить мешок на землю, чтобы передохнуть. Не знаю, сколько он весил, но казалось, что точно не менее 20 килограмм. С одной стороны, до столовой оставалось всего каких-то пару сотен метров. С другой же, даже такое расстояние с подобным грузом на плечах, а иногда в руках, ногах, подмышкой, ну и даже на голове. Казалось мне тогда непосильным. Я уже твердо решил передвигаться небольшими рывками и с длительными остановками. К ночи как раз добрался бы, как услышал голос позади себя. Можете я помочь? Передо мной стояла Лена. Ну, давай, наверное. Не думаю, что у тебя это получится. Именно в такие минуты я мучительно тяжело ощущал, что мне катастрофически не хватает физической формы. Я могу за тележкой сходить, тележка. Почему я сам об этом не подумал? Да, это было бы здорово. Подожди тут, я быстро. Она улыбнулась. Ну, хотя бы один раз, окей. Она улыбнулась и убежала в сторону площади. И что бы я без нее делал? Ну, тащил бы мешок своими силами. Хорошо, что Лена все же не всегда такая застенчивая. А иногда и вполне может проявить инициативу. Я задумался. Сейчас она выглядела довольно странно. Ни тени, робости на лице, наоборот, улыбка, уверенность. Предложение помочь само по себе не было чем-то из ряда вон выходящим, но от Лены... Ну да, странно... Странновато, да. Через пару минут она вернулась с небольшой тележкой. Она улыбается с хантыкой. Я поставил на нее мешок. На Лену или на тележку? Ладно, хорошо. Извините, но что... Как бы... Разрядить-то обстановку надо, правильно? Ну вот, я ее разрядил немножко. Так, спасибо. Не за что. Ну вот, засмущалась теперь. Она покраснела и уставилась себе под ноги. Ну вот опять. Тогда я пойду. Да, удачи. И еще раз спасибо. Крикнул я ей вслед. Иногда мне казалось, что в Лене живут два разных человека. Но второй уверенный в себе, веселый, местами даже какой-то дерзкий, появляется только передо мной. А может, это для него было бы и неплохо на самом деле. Может, она не врет. Может, у нее реально такая... Ну, просто сама по себе такой характер, такая личность, что она в какие-то моменты, когда начинает доверять человеку, начинает преобразовываться. Это же может быть такое, да ведь? Да, вполне себе, наверное, может быть такое. Почему нет? Ну, тогда она, получается, не врет. И тогда, в принципе, Елена норм. Но все равно вопросы есть. Или мне опять все так кажется. Да я хер с тобой, знаю, ты, блядь, Санта-Барбару устроил. Я решил, лучше принесу все ингредиенты одновременно, поэтому направился я с тележкой в сторону домика Ольги Дмитриевны. Ну, и в библиотеку пошли. Подожди, сколько времени таймер? Ебать. Хотя нормально. Давай в библиотеку. Есть все остальные пункты списки продуктов для торта. Хоть как-то укладываясь у меня в голове, то у мука в библиотеке нет. Сейчас опять это противное будет. Я долго думал, кому и зачем она могла понадобиться, но ни одного, насколько-нибудь, толкового объяснения на ум не приходило. Но может, чтобы книги не могли мукой обрабатывать. Хотя, блядь, тупая идея. Но я чисто так предположил, я не в курсе реально, зачем можно будет. Но если предположить, типа как присыпкой, знаешь, мокрые книги, мокрую бумагу, что впитывал. Ну, чисто теоретически, хер его знает. Не знаю, я просто предположил. Учитывая суровый характер Жени, лучше сначала постучаться. Открыто. Женя внимательно посмотрела на меня из-под очков. Добрый день, Евгений. Будьте добры, предоставьте нам мешок муки для испечения, испекания торта для многоуважаемого маммавага. Да, у меня сегодня немножко с текстом проблемы. Я сегодня не в форме, так сказать, не в самой лучшей. Но будьте добры, предоставьте нам мешок муки, чтобы мы испекли торт. И вы тоже, в том числе, будете его хавать. Поэтому дайте мешок, пожалуйста. Вот так надо спросить, потому что, ну как по-другому, не вариант. Чего тебе? Ты воспитанный человек, почему? Чего тебе? Блядь, с чего вдруг? Ты не подумай ничего, мне бы... Я не хотел выглядеть идиотом, поэтому решил сопредельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию. Мне мука нужна, Ольга Дмитриевна сказала, что у нас здесь есть. Я понимаю, что это странно держать муку в библиотеке, но... Меня к тебе послали, а нужна она для торта отметить спасение Шурика. Да, есть у меня мука, что тут такого? Удивленно ответила Женя. В ту секунду мне показалось, что я получил тяжелый... Те... Эх... Что я получил тяжелый гири по голове и перестал что-либо понимать. Мука в библиотеке? Действительно, что здесь такого? Мы же в Зазеркалье. Я Алиса. Сейчас съем волшебный гриб и отправлюсь домой. Эй! А, да. Я замечтался. Подожди здесь, сейчас принесу. Она скрылась за книжными шкафами, а я скрестил руки на груди и принялся ждать. Через пару секунд послышался звук скрипящих петель. Можете я помочь? Рекну я. Сама справлюсь. Окей. Буркнула Женя в ответ. Она в пологребе, так что придется недолго подождать. Хорошо, хорошо. Прошло уже несколько минут, а Женя так и не возвращалась. Я уже начал волноваться, как вдруг дверь библиотеку открылась и вошла Алиса. еб... Ну, все. ГГ тебе. Похоже, она не ожидала меня здесь увидеть. Ну, здорово. Ну, как бы... Ну, случайности. Я что... Я ничего. Он сам. Я... Я откуда знал? Он невоспитанный. Он... Что поделать, как бы... Ты не... Не обижайся. Ладно, окей. Там все норм. Чики-пуки, я без этого. Без всякой мысли. Мы там нечаянно оказались. Там вообще без этого, без ничего. Мы, зрители мои, точно ничего не видели. Я, тем более. Только Семен. Вопросы всех Семенов к нам не надо. А ты что тут делаешь? А... Я... Как бы тебе сказать? А что, нельзя? Да, это самый гениальный вопрос. Спорить с этой девушкой в данный момент. Грубо ответил я. Алиса немного опешила. Да мне какое дело? Фыркнула она и направилась к столу Жени. А ты сама зачем пришла? Алиса пристально посмотрела на меня оценивающим взглядом, затем открыла рот. Собираешь что-то сказать, но вдруг похватилась и отвернулась, прячешь что-то за спиной. Книгу отдать? Сказал я первую, что пришло в голову. Не твое дело. Да не обижайся ты, я... Как бы нет. Не очень уверенно ответила она. Что за книга-то хоть? Алиса промолчала. Ну дай, дай посмотреть, да, посмотрим, что за книга. Чего, блядь, ну читаешь, молодец, хорошо, правильно, чтение, свет. Нет. Интересно ведь, что читает мисс, не влезай, убьет. Но она не такая, нет. Не твое дело. В ее голосе было еще меньше уверенности. Ладно, ладно, я не настаиваю. Хотя на самом деле мне было... Очень интересно, что же такое читает Алиса. Более того, я вообще удивился, увидев у нее в руках книгу. Я нет. Ну читает человек, любой человек может захотеть почитать в определенный момент жизни. Вполне себе. Телевизор, кино, компьютер. Если бы он был здесь, все это казалось более подходящим развлечением для девочки вроде нее. А тут книга. Какая разница. А что значит проявить осторожность? Осторожность к чему проявить? Попытаться выхватить книгу у Алисы. Проявить осторожность. В смысле проявить осторожность. Не, вот подожди, мы же хотим узнать, что за книгу она читает. Ну интересно, да. Реально интересно, что за книгу она прочла. Может быть опять какой-то подвох или прикол от нее. Но интересно, интересно. Попытаться выхватить у нее книгу? Ну можно. Почему нет? Тем более Женьки пока нет. Там втихую мы... Проявить осторожность. Осторожность это как это проявить осторожность? Это типа не пытаться выхватить. Правильно? Ну просто я оцениваю варианты этой игры, как попытаться или не пытаться. Получается, проявить осторожность это не пытаться. Правильно ведь? Я надеюсь, она даст посчитать нам. Ну давайте выхватим, что-то смотреть. Вот так. Вот так уже перед ней накосячил. Еще один раз будет еще. Но она здесь очень выглядит не в боевом настроении, если честно. Я не хочу ее лишний раз задевать как-то или что-то типа того. Поэтому давайте проявим осторожность. Ну чисто по-человечески. Но попытство кошку сгубило. В конце концов это Алиса. Все может закончиться очень плачевно. Мне еще продукты для торта собирать. Я не согласен с его мнением. Я подумал проявить осторожность. Но опять получается игра хуйню творит. Я думал проявить осторожность. Он типа ну я не знаю как-то более осторожно это сделает. Не выхватит у нее из рук книгу понимаешь. Ну не будет этого. Но по итогу он просто нахуй заднюю дал. Это был ответ отказаться. Но к сожалению вот так. Я повлиять на это не могу. Игра такая и игра диктует свои правила. Поэтому. Ладно потом зайду. Покажи книгу блять а. Алиса несмотря на меня быстро вышла из библиотеки. Я задумался. Что могло быть в этой книге такого что она растерялась. А стеснялась. Во первых смущенная Алиса это уже само по себе из ряда вон. А тут еще и смущенная книгой. Хотя чего теперь думать то. Узнать никак не получится. Он прав. Я кстати вылетел. Приколдес. Очень жаль. Очень жаль. Что игра такие выборы раскидывает. Я бы мог сейчас переизбрать выбор. Но я этого делать не буду. И раз игра так в моем первом прохождении. Мне подсовывает камни в колеса. Но пусть подсовывает дальше. Наконец-то библиотека огласилась громогласным стоном Жени. Забирай. Я обошел шкафы с книгами. И увидел вспотевшую библиотеку. Сотевшую рядом с люком погреб. А рядом с ней небольшой мешок. Может быть у них тут что-то типа склада? Спасибо. Я взял мешок и вышел из библиотеки. Слава богу что он оказался не очень тяжелым. И до домика Ольги Дмитриевны я его донес без особых усилий. Наконец-то все необходимое было собрано. Я вытащил тележку с сахаром на улицу. И положил в нее мешок с мукой. А сверху приспособил кое-как две корзинки с ягодами. Пиво же я предусмотрительно засунул под рубашку от греха подальше. День близился к вечеру. Это значило что пора спешить. Ведь торт еще надо испечь. Ну что ж на этой интересной ноте мы подожди. Сначала игру сохраним. Нет давай наверное если вылечу сохраню ее отдельно уже сам. Чтобы ты этот момент не видел. Или не видела. Вот как-то так. С тобой был Яван Грешник. Интересная серия. Вполне себе интересная серия. Приятного тебе вечера. Подписывайся. Ставь лайки. Не забывай про колокольчик. По ссылке в описании ты можешь перейти на мой дискорд сервер. Пожалуйста. Всем рады. Всем довольны. Отдельно каналы есть. И как бы вот так. Как-то так. Все. Всем пока.